приветствую вас уважаемые подписчики на моем канале магия успеха старой и самопознание с вами наталья откроем сегодня такую тему какой мужчина на пороге посмотрим вариант будет один посмотрим девочки в каких энергиях вы сегодня находитесь если чувствуете что данная информация с вами совпадает резонирует тогда продолжайте смотреть данный расклад смотрим как вас видят высшие силы сегодняшнем дне каких энергиях вы сегодня находитесь настраивайтесь пожалуйста все ненужное лишнее убирайте из рук кроме чашечки чая или кофе или другого какого-то напитка да устраивайтесь поудобнее и будем смотреть в расслабленном состоянии и так каких энергиях вы сегодня находитесь каких энергиях вы сегодня находитесь вот знаете энергия сотрудничества энергия очень доброжелательная возможно вы сегодня с кем-то общались за чашечкой чая либо по телефону кстати может быть просто вы как-то разговаривали с кем бы то ни было но здесь в основном идет такая женская энергетика до знать такие болтушки вот сегодня я могу быть болтушкой да я сегодня радостная я сегодня счастливы и у меня много эмоций меня все переполняет но есть конечно такой момент прослеживается да что чуть-чуть где-то вы волнуетесь возможно в сегодняшнем дне вам приходит осознание что вы может вы могли в каких-то своих процессах жизненном своем пути чуть-чуть под застрять ну к примеру да вы начали делать что-то и вам по каким-то причинам то ли времени может быть не хватает да что-то до конца до завершить словно да вот как вот немножко обстоятельства так вот сложились и как говорится ваш кораблик он немножечко так вот под застрял как говорится да вот для кого-то конечно может сегодня проиграться что вы больше уделяете внимание водным процедурам релакс какой-то девочки можете сегодня получать от общения вообще в целом с кем бы то ни было будь то это родственница будь то это подружка будь то просто допустим тот человек которого вы вообще не знаете то есть у вас сегодня такое состояние я открыто я хочу помогать я хочу кому-то что-то давать вот прям вот хочется быть самой наполненной и еще плюс кому-то дать вот эту вот свою энергетику свой заряд то есть однозначно с кем-то поделиться у вас может быть сегодня действительно ребячливое такое настроение что еще про вас можно сегодня сказать сейчас девочки знаете как у вас может быть сегодня я делаю вид что мне что-то не интересно но я ой как этим очень интересуюсь но я делаю вид что мне это не интересно не знаю для кого вот эта информация она прям может быть даже такая точечная немножко да мне вроде бы все равно но в то же время у меня есть очень такой жгучий страстный интерес к тому что происходит вы сегодня кстати могли стать очевидцем ну таких каких-то событий действительно но это неплохое событие нет это такое событие может быть вы кстати под дочь попали либо вы наблюдали знаете как вот за процессом вот как вода перетекала куда-то да может быть у вас за окном дождь идет а потом солнышко стало прояснилось вот кстати настроение у вас чуть-чуть могло сегодня меняться да то есть вроде бы ничего меня не радовало а потом бац и вот как-то вот словно я переключилась либо вас кто-то отвлек от ваших вот каких-то таких размышлений от внутренних каких-то волнений скорее всего вас кто-то отвлек и вы действительно сказали что это я буду сидеть скучать просто здесь восьмерка да да я действительно отвлекусь и пойду займусь чем бы то ни было да какими-то своими девчачьими делами хорошо для кого-то кстати еще может проиграться что вы оказали действительно благотворительную помощь такое тоже может быть какому-то ребенку помогли возможно даже своему как говорится чаду вы помогли в чем-то это тоже имеет место быть проявив свою любовь заботу внимание хорошо ну и давайте смотреть кто же на пороге какой мужчина у вас на пороге какой мужчина у вас на пороге на пороге значит это девочки уже вот-вот скоро он должен как говорится постучаться в вашу жизнь то есть должен войти ваше энергопространство какой мужчина на пороге какой мужчина на пороге мужчина серьезный мужчина не шалтай болтай который сидел на стене да мужчина может быть старше вас я не знаю для кого-то конечно проиграется что это может быть и папа для кого-то но мы родственные связи давайте пока уберем да но этот мужчина может быть он мудр не по годам девочки он очень много знает чего он очень много чего умеет и он себя считает на высоте он словно какой-то как словно полиглот понимаете очень такой прозорливый мудрый у него есть большой опыт за его плечами и как правило этот человек очень много людям помогать советами может быть даже эти советы никто не спрашивает но он может ставить как говорится свои пять копеек здесь человек конечно безусловно такой амбициозный ему очень важно чтобы его видели им восхищались и он постоянно будет в таком знаете процессе достигаторства этот человек не будет сидеть на задних рядах он все равно будет пробиваться вперед даже по и и и ярко личной лестнице господи вот по иерархии в общем здесь человек конечно немножко такой скрытный но этот человек может быть очень зажиточным это что смотрите у него происходит в доме вы вряд ли от него услышите прям вот досконально давно там что кто встал что отдел у кого какие дела у кого какие проекты нет здесь человек это будет все четко скрывать и возможно у этого человека есть дама леди которая все это хранит сохраняет охраняет это может быть кто угодно на самом деле конечно же он может быть и сам я не спорю но тогда он будет это делать все знаете более с какой-то женской позиции не как мужчина а как женщина смотрите здесь человек скорее всего сам по себе он может быть разным он может быть как холерик сангвиник так и меланхолик честно говоря он разный и это будет зависеть от ситуации в которой он находится если к примеру перед ним ставится задача как-то себя проявить в обществе в социуме либо в коллективе где он находится да даже дома вот тут он вот если вот он чувствует что вот его час наступил он будет здесь хорохориться грудь вперед грудь колесом это у него будет вот прям проявленным но если человек чувствует что пока нету никакой надобности он может уходить в тишину он может быть немногословным у него кстати знаете как еще фишка какая будет это действительно человек может быть немногословным но одно его слова либо фраза она будет такая весомая такая значимая и не на знаете как и не надо мне пускать пыли в глаза я знаю эту жизнь здесь такой человек немножко конечно о себе хорошего высокого мнения если допустим к примеру его кто-то будет стараться получать он того осадит на самом деле он это сделать очень грамотно не уязвив этого человека он может поставить на место но не принизит до вот этого человека то есть он это делает все четко здесь конечно человек еще такой знаете собственник он ему необходимо понимать что есть его и даже вот если действительно человек здесь нацелен на кого-то либо на что-то то он будет четко стремиться к обладанию это этого объекта для него это будет очень важно потому что он немножко такой жидноватый вот все мое все мое здесь конечно щедрости души вот именно в материале аспекте вы от него здесь вряд ли увидите здесь человек больше будет готов ну вот получать не важно сколько там допустим у него материальных богатств ему кстати будет все время мало но такой хапуга жадюга хотя он никогда не будет говорить сколько реально у него денег он считает это некорректно узнавать такие вот такие вопросы допустим если у него спросишь сколько ты получил премии и зарплаты он может очень грамотно уйти от ответа вот такой вот человек у вас на пороге давайте посмотрим еще девятка пентаклей ой девятка мечей тут на дне колоды особо ее не буду показывать но это немножко идет что иногда этот человек может знаете как бояться общественного осуждения то есть ему очень важно чтобы он выглядел в глазах других людей таким авторитарным человеком авторитарной личностью то есть примером для других может быть даже примером для подражания вот знаете как вот бывает же допустим такое мама допустим говорит своему сыну там или дочери вот смотри какой человек смотри как он вот хорошо выглядит тому сколько у него там дипломов и так далее так далее так далее то есть ему бы хотелось быть вот даже примером для подражания неким идолом для кого-то он хочет выглядеть идеальным а зачем ему это надо секунду а зачем тебе надо выглядеть вот прям идеальным таким авторитарным человеком для чего смотрите здесь скорее всего человек до сих пор пытается доказать кому-то да что он умный мальчик возможно у него были такие жизненные ситуации когда ему говорили в свое время ты с этим не справишься ты не умеха ты это не преодолеешь то есть ему как знаете словно правду матку а он вот эту вот всю историю но особо не когда говоришь вот прям все в лоб человека немного критику не воспринимает естественно это его подзадевало и он сегодняшнем дне пытается быть очень умный чтобы доказать либо маме своей до либо еще кому-то либо просто доказать самому себе что я смог преодолеть ту ситуацию где допустим я был неграмотным я ничего не умел анализировать я не умел сопоставлять и так далее так далее то есть он в первую очередь пытается доказать что он на высоте это доказательство по большей части умеренность доказательства а это ему нужно девочки для того чтобы он реально чувствовал себя в гармонии у каждого человека есть какие-то свои процессы внутренние процессы и свою гармонию каждый получает по-своему вот у него гармония приходит именно тогда когда он чувствует реально что он является примером для кого-то бывает такое да у кого-то допустим может что-то другое воду вам допустим к примеру возможно да вы чувствуете себя классно умиротворенно в гармонии самой собой так тогда когда вы чувствуете что вы пообщаетесь с человеком вы поднимаете ему настроение вот вам от этого классно и вы чувствуете себя прям как хорошо у всех разные могут быть процессы понимаете вот у него такое хорошо с чем идет к вам этот человек с чем идет к вам этот человек чем чем идет к вам этот человек с какой-то серьезностью девочки он к вам идет чем идет к вам этот человек с любовью девочки король кубков пришел с любовью с любовью здесь король чаш да то есть вы в таких же примерно энергиях женщина король чаш да король кубков а тут вот конкретно то есть чем идет с эмоциями то есть здесь однозначно нету такого что как-то агрессия будет вашу сторону нет он идет по идее с добротой с душевностью но он хотел бы с вами объединение он хотел бы наверное также с вами где-то за якорица для того чтобы прочувствовать вот праздник жизни который может быть у человека в коммуникации с другим человеком я имею ввиду именно в тандеме именно в тандеме с чем к вам идет с праздником девочки идет но он долго над этим думал он долго размышлял он что-то пи знаете пытался свои мысли которые были тяжелыми он их старался облегчить чтобы они стали легкими легкими и вот смотрите вот эта легкость он вам ее потом по итогу передаст вот эту легкость вот эту какую-то даже я могу сказать не навязчивость ненавязчивость это знаете будет какое-то такое спокойное спокойное состояние какой-то штиль вот тогда когда этот человек придет к вам уже умный мудреной жизнью опытом до столкнувшись возможно действительно с многими такими жесткими жизненными процессами которые помогли ему в себе вот взрастить вот эту мудрость житейскую и вот он к вам идет именно с теплотой и это теплота она стабильная с открытостью идет хорошо идет королеве жезлов девочки вы королева жезлов да и солнышко на вас да здесь вы огненная страстная яркая очень активная хорошо к чему приведет ваше общение давайте так к чему приведет ваше общение к чему приведет ваше общение к чему приведет ваше общение вы что-то начнете вместе словно взращивать девочки к чему приведет это общение смотрите здесь вы начнете взращивать и избавляться от какого-то внутреннего одиночества который возможно есть и у вас и у этого человека и вы придете к девятке кубков то есть это к чувствованию к исполнению желаний к удовлетворению это будет не быстро я говорю сразу это будет не быстро но рано или поздно вы все равно придете вот к пониманию друг друга почему понимание друг друга потому что еще на дне колоды двойка кубков это вы как одно единое целое понимаете вы можете здесь открыть друг другу чувства ну не знаю как насчет вот прям признаться в любви нет скорее всего здесь будут говорить ваши глаза ваш взгляд здесь слов наверное девочки не будет но вы начнете словно что-то что-то новенькое для себя да и вы готовы будете ухаживать затем то что вы вместе будете создавать насколько мужчина готов вкладываться вот в общение с вами насколько мужчина готов вкладываться в общение с вами я не говорю сейчас что у вас прям тут могут зарождаться такие очень яркие отношения любовного формата я пока говорю про общение обычное общение как мужчину как просто людей да насколько вот есть готовность вот прям реально вкладываться у того человека который вот у вас на пороге насколько у него это готовность есть смотрите здесь готовность готовность есть здесь скорее всего человек наверное устал от какой-то лжи от какой-то неправды в своей жизни да и он хотел бы перейти совершенно на другой уровень да и как ты этот уровень себе представляешь взращиваешь но честно говоря девочки он еще не знает то есть по факту нет для него это еще знаете как темный лес понимаете то есть он насколько вот он реально может в это во все вложиться в общение с вами я имею ввиду да он пока еще не понимает но он четко уверен что вот этот вот это движение ему необходимо а как дальше будет он не знает я примерно предполагаю здесь будет все зависит девочки от вас от женской энергии все-таки это луна да то есть как вы отреагируете на его проявление к вам вот здесь вот мне не нравится то что выходит здесь семерками через здесь луна то ли у него есть какой-то вы знаете то ли вы будете как-то с ним осторожничать присматриваться и он кстати к вам тоже может вот это вот какую-то осторожность проявлять то есть вот прям тотальной открытости здесь я не вижу вот почему здесь у нас выходит отшельник я просто думаю думаю почему так потому что здесь все равно есть какая-то закрытость и вот получается что вы сможете ну-ка по итогу сможете вы преодолеть вот эти все все закрытости вопрос потому что вот на первом этапе коммуникации друг с другом у вас здесь как-то вот немножко проблематичная история недоверие понимаете идет какое-то недоверие у вас может конечно быть по своим каким-то определенным причинам у него по своим нужно понимать к чему по итогу придете вот нет вернее сможете ли избавиться от вот от вот этой вот подозрительности и недоверчивости да да однозначно вы что-то оставите то что было в прошлом то есть возможно в прошлом да у вас свое прошлое у него естественно свое прошлое каждый скорее всего здесь из вас прожил какое-то изменение своего мышления своего мировоззрения и здесь у вас в принципе по рыцарю жертвы может действительно начаться что-то такое очень яркое позитивное и вы рискнете прыгнуть в это горящее кольцо какой-то знаете как вы тут идет больше какой-то барьер вы сможете преодолеть вот этого недоверия то есть попробуйте начать доверять заново как вы так и он вот тут вот у вас даже идет такая синхронность да у него какая-то вот проблема да вот в недосказанности какой-то у вас такая же история может быть вы вот в этом процессе где-то схожим процессе где-то в этом схожим хорошо хорошо давайте зададим главный вопрос кем по итогу станет для вас вот этот человек который у вас на пороге кем по итогу станет для вас этот человек который вот у вас на пороге девочки кем он для вас по итогу станет ну это девочки это ваша любовь да и вам еще здесь конечно нужно будет выбирать вы на выборе будете стоять но однозначно этот человек сможет а знаете как открыть ваше сердце а вы будете еще думать все-таки открыться мне этому человеку или нет но вы 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 девочки скорее всего тут уже ничего не сможете сделать потому что здесь на дне колода аркан дубленные да хоть он и не вышел как говорится в раскладе но все равно он участвует поэтому здесь все-таки стрелы амура вас коснуться вас будет смущать знаете какой момент да разность у вас будет в чем-то разность я не знаю если что потом напишите но этот человек у вас уже на пороге а вы знаете еще такой момент скажу вы почувствуете этого человека в каком плане вы в него не влюбитесь девочки а вы его уже любите смотрите если даже это прям вот новое знакомство будет а тут реально может быть новое знакомство по пажу пентакли да даже если это новое знакомство вы просто вспомните что вы его любите потому что здесь по аркану влюбленные это все равно идет речь о том что я не влюбляюсь а я уже люблю этого человека вот здесь об этом этот человек может быть девочки это кармический аркан понимаете этот человек может быть из прошлых ваших жизней если вы понимаете о чем я сейчас говорю поэтому и у вас и будет стоять вот знаете вот такое вот ощущение а любовь ли это вас даже вот такой будет вопрос стоять а любовь ли это то есть кем он для вас станет по итогу этот человек который сможет открыть ваш внутренний женский потенциал желание вот это он вас откроет через чувство через сердце но вы будете стоять на выборе и для себя решать понимать опуститься как говорится мне вот полностью открытие мне сердце этому человеку либо нет вы будете сомневаться будете притормаживать немножко хотя бы очень активно вы очень такая яркая деятельная ну такая вот подсказка девочки вы уже этого человека любите это для тех я сейчас говорю у кого это будет прям новое знакомство если это как бы ваш я не вижу конечно что тут бывшие ну может быть для кого то конечно и проиграть но я тут не вижу что показалось что это бывший ваш партнер но такое тоже может быть то есть здесь он попытается как-то встрепенуть вас всколыхнуть для того чтобы у вас вот те чувства и эмоции вновь вас забурлили вот здесь об этом ну вот такой вот получился расклад кто у вас на пороге девочки пишите в комментариях я с вами надолго не прощаюсь как всегда от души желаю всего самого прекрасного наилучшего пусть сегодняшний день будет намного лучше чем вчерашний и до новых видео всего доброго всего доброго всего доброго я очень хотел бы недвижимость